Апостола и евангелиста Марка о том, как Христос был предан на распятие и предан кем? Первосвященниками, книжниками и фарисеями. Фарисеи не было словом ругательным тогда. Это были люди, избранные от народа для призвания учить их. И вот они, вместо того, чтобы учить и направлять людей ко спасению, предали Христа, предали на страшную и позорную смерть. И слова трагедия или еще какие-нибудь слова из нашего лексикона в отношении того, что произошло на Голгофе, они просто бледнеют. Они ничего не означают, ничего не выражают из того, что мы переживаем в своем сердце. Если мы верим в Бога и понимаем, какое страшное событие произошло на Голгофе, о котором было прочтено сегодняшнее Евангелие. Страшное, но имевшее спасительное окончание, потому что если бы не было распятия, не было бы и Христового воскресения. Священномученик Фаддей Успенский, архиепископ Тверской, один из новомучеников российских, оставил нам для попечения проповедь, посвященную сегодняшнему дню. Итак, братья, будучи привлечены ко Христу сладостными узами любви Его, неужели и мы снова отпадем от Него, подобно тем слушавшим Христа ученикам Его, которые хотели отойти от Него, когда жестоко показалось им слово Его о восхождении Сына Человеческого в славу через страдания? Неужели уподобився тем отступникам от Него, которые по слову апостола Сына Божия попрали и Духа Благодати укорили? Да не будет этого с нами. Напротив, привлечем и других в единение со Христом, особенно если кто-либо поставлен будет пастырем Его словесного стада. И если тогда мы со скорбью увидим, что овцы стада нередко, вопреки всем заботам и попечительной любви нашей, будут ходить по своей воле, как некогда ходили, и мы путями своими, пока не привлекла нас любовь Христова, то не впадем в уныние, возрим тогда на крест Христов, чтобы в Нем найти утешение. И если молитва Матери за неверующего Сына, соединенная со скорбями, с великою силой влечет и может в действительности привлечь последнего к Богу, на что указывается из Священном Писании и во многих художественных исторических произведениях, то во сколько раз сильнее молитва пастыря, вспомним, что всесильная благодать Божия не перестает невидимыми узами привлекать Богу тех, за кого мы страдаем и молимся, и она не посрамит наших упований. Мы видим, что по прошествия многих лет, возвращающихся в ограду церковную, тех, кого начали считать как бы потерянными, «Радость селись в наше сердце, когда увидим исполняющиеся слова пророка, возвеселись, неплодное нерождающее, воскликни и возгласи не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа». Итак, дорогие мои, кто бы ни был из вас на общественном поприще, будем помнить, что наши слова и дела должны быть, как горячая свеча, светить, чтобы люди, которые находятся вокруг нас, видя этот свет, в этом свете, истинный Христовый, видели бы свои дела лучше и старались направить свою жизнь по пути Христову. Это в наших силах, кто бы мы из нас ни был и каким бы званием ни обладал, если ты священник или пресвитер, или высокого чина, или ты просто простой человек, но молитва и образ жизни твой обратит к Богу очень многих людей. И не будем унывать, если это не происходит сразу, потому что Бог владеет временами и событиями и может расположить людей, которых мы призваны были увещевать и увещевали, но не увидели сразу плодов своих деяний, чтобы мы понимали и надеялись на то, что наши слова не будут напрасными, и наше действие, и наше свечение нашей, свет нашей души, излучающий любовь, терпение и милосердие будет вознагражден тем, что люди послушают нас. Мы хотим, чтобы сразу, но иногда это получается не сразу. Да поможет нам Бог иметь терпение во все дни нашей жизни, ради вечной жизни. С Богом. Аминь.